Наталью Игнатову трудно назвать пенсионеркой. Она как будто и создана для того, чтобы вдохновлять шармом, статью, мировоззрением. Женщина даст фору не только своим ровесницам, которые не знают, как встретить элегантные годы во всеоружии, но и многим современным девушкам. Автор и режиссер своей жизни я сама. И только себя я могу брать за шкирку и утром вставать, идти на ходьбу, обливаться водой, делать зарядку, заниматься йогой. И служить сначала себе, потом людям. Тогда я заряжаюсь энергией, здоровьем. И даже не побоюсь этого слова красотой. Жизненные принципы Натальи Игнатовой поддерживают все слушатели института третьего возраста. А их, ни много ни мало, 600. Все они пришли на традиционный праздник, посвященный окончанию учебного года, предваряла который выставка творческих работ слушателей института. Позже на сцене звучали слова поздравлений и пожеланий в адрес выпускников. Достичь высот в любом деле помогают преподаватели. В институте третьего возраста учителя, бывшие студенты и все волонтеры. Такая форма работы отличает это место от других учебных заведений города. За значимый вклад и развитие объединения были награждены многие преподаватели-волонтеры. Мы рады, что очень много людей в этом учебном году обрели для себя друзей и стали членами нашей большой дружной семьи. А те, кто еще не знает, что такое институт третьего возраста, мы с удовольствием приглашаем вас в сентябре этого года присоединиться к нашей компании. Этот проект был создан 8 лет назад. Тогда, в 2010-м, занятия посещали 60 слушателей. Сегодня выпускников в 10 раз больше. Однако институт третьего возраста растет не только численностью, увеличивается количество направлений деятельности, идей и проектов. В этом году впервые наши образовательные программы вышли на новый уровень. И сегодня мы можем говорить о том, что танцевальная студия сегодня танцует уже в городе на городских мероприятиях. Мы провели большое мероприятие областной слет в скандинавской ходьбы, который тоже вырос из направления работы. Сегодня наш преподаватель, волонтер немецкого языка выступала на международной конференции в Минске, делилась своим опытом. То есть можно говорить о том, что мы выходим на новый уровень, и все направления, которые уже давно существуют в нашем институте, они получают новый виток и развиваются в новом росте. И мы очень этим гордимся. Еще один год прошел. Они стали богаче духовно и сильнее физически. Социальный проект «Институт третьего возраста» сегодня называют институтом жизни. Здесь каждый находит что-то для сердца, а потому институту жизни элегантных людей быть.